Медициной интересуются поголовно все. Сначала это любопытство, связанное со строением человека, потом это физиология, гормоны и рождение детей, а потом, увы, болезни. Так, с каждым прожитым годом человек не только пополняет ассортимент своей домашней аптечки, параллельно он стремится стать многопрофильным специалистом, как в области своего личного здоровья, так и в медицине в целом. Не является ли это ошибкой? Наша программа готова ответить на любые, даже самые сложные вопросы. Известно, что во всем мире мужчины живут меньше, чем женщины. И болеют тяжелее, и боль переносят хуже, и стрессы ощущают острее. Так что еще большой вопрос, кого, мужчин или женщин, нужно считать сильным полом. И прежде чем начать наш сегодняшний разговор, предлагаю небольшой сюжет. Итак, статистика неумолима. К 60 годам организм мужчины оказывается биологически старше возраста по паспорту в среднем на 5-6 лет. И вызвано это сразу несколькими факторами. Доказано, что среди сильной половины человечества чаще встречаются психические расстройства. От аутизма до шизофрении, а также болезнь Паркинсона. Среди мужчин больше процент подверженных вредным привычкам и сильнее выражено желание рисковать в поисках острых ощущений, что тоже здоровья не прибавляет. Что касается физиологии, опять-таки научно доказано, что кровь в сосудах головного мозга у мужчин течет медленнее. Поэтому и потери функций мозга при атеросклерозе и старении у них развиваются раньше. А вот у женщин природой заложена забота о своем здоровье. Они гораздо чаще посещают врачей в таких ситуациях, когда мужчина сочтет повод не стоящим внимания. Итак, давайте знакомиться. Сегодня в гостях у программы «Тело человека» врач-терапевт высшей категории, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней Гомельского медицинского университета, кандидат медицинских наук, доцент Игорь Владимирович Пальцев. А также врач-уролог высшей категории, кандидат медицинских наук, старший преподаватель кафедры урологии Гомельского медицинского университета Андрей Степанович Князюк. Здравствуйте. Здравствуйте. И традиционно в нашей студии сегодня двое студентов Гомельского медицинского университета, которые будут нам помогать по мере знаний, приобретенных в университете. Это Анастасия Соливончик и Алексей Соколов. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, хотелось бы и начать вопрос вам. Первый вопрос мой следующий. Ну, известно, что мужчины и женщины отличаются и внешне, и физиологически, и вы об этом узнали еще до того, как поступили в университет. Но не ограничиваются внешними признаками различия мужчин и женщин. Известно, что число левшей среди мужчин в два раза больше, чем среди женщин. Известно, что мужское сердце бьется реже, чем женское. Какие же еще отличия между мужским и женским полом известны вам? Ну, а пока вы будете готовить ответ на мой вопрос, мне хотелось бы продолжить наш разговор. И начать я его хочу с вопроса такого. Игорь Владимирович, вам он будет адресован. А действительно ли мужчины обращаются реже к врачам и почему? Это на самом деле так. Для женщин более свойственно, ну, скажем так, чаще обращаться к врачам. Женщины больше берегут свое здоровье. Мужчины любят тянуть до последнего. То есть до того момента, когда уже без помощи врача не обойтись. Вот с этого момента мужчины уже могут даже и чаще, те, у которых есть болезнь, уже обращаться к врачам. Уже необходимость такая настает в связи с тем, что заболевание хорошо запущено. Это уже далеко не профилактическое обращение. Да, и вылечить, конечно, уже бывает на этой стадии уже сложнее. Но таковы факты. Ну, общепринятая такая горькая статистика среди ранних причин именно мужской смертности. Это тройка лидеров. Сердечно-сосудистые заболевания, онкология и последствия неправильного образа жизни. Изменилось ли что-нибудь в Беларуси за последние годы? В целом никаких изменений нет. То есть, по сути, эти причины являются ведущими, как было раньше, так и продолжаются в настоящее время. Дело в том, что мужской организм изначально более склонен к тем же заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Ну и, естественно, опять-таки факт, что вредные привычки, подавляющие, скажем так, части, это все-таки прерогатива мужчин, в первую очередь. Поэтому, в общем-то, все так и остается, как и было. Ну, известно, что для каждой возрастной категории мужчин характерны свои факторы риска. Но это не значит, что, например, в 20 и в 60 лет по-разному опасно прыгать с шестого этажа. Здесь идет, наверное, о более, скажем так, серьезных факторах, связанных с здоровьем. Что в 20 лет, в общем-то, хорошо даже, то в 60, наверное, опасно. Какие действительно это факторы риска, на что нужно в первую очередь мужчинам обращать внимание? Естественно, есть для разного возраста своя категория болезней. К примеру, некоторые заболевания, такие как острая ревматическая лихорадка, то, что всем известно под названием ревматизм. Этим заболеванием заболевают дети, подростки, пациенты молодого возраста. Если это уже пожилой человек, если у него раньше не было такого заболевания, он уже не заболеет. Но, однако, большая часть болезней, особенно те, о которых сегодня мы уже говорили, это сердечно-сосудистая патология, онкология, в том числе последствия нездорового раза жизни, они проявляются с возрастом. Начиная примерно от 40-50 лет и выше. И тут, пожалуй, можно было бы посоветовать, есть такая народная мудрость, готовься они летом. Если ты хочешь, чтобы в возрасте после 40 лет тебя не беспокоили, то есть у тебя не было, ну, по крайней мере, тяжелых сердечно-сосудистых каких-то проблем или еще что-то, то свое здоровье нужно беречь уже начиная с 20, может, даже с подросткового возраста. Это здоровый образ жизни, отказ от вредных привычек, ну и прочее. Скажите, пожалуйста, Игорь Владимирович, ну, а все-таки обращаться с какого возраста мужчинам нужно профилактически к врачам? То есть у женщин есть такой специалист, как гинекологи. Каждая женщина знает, что вступив в репродуктивный возраст, она должна посещать профилактически этого врача. Есть ли вот такие возраста, когда мужчина должен ходить? Да, общепринятая рекомендация – это примерно 40 лет, если до этого не было никаких проблем, естественно. Если какие-то проблемы были раньше, то нужно обращаться своевременно сразу, как только появились первые симптомы. Если до 40 не было никаких проблем со здоровьем, то с этого возраста уже желательно хотя бы раз в год проходить. Это совсем не обязательно какое-то комплексное углубленное обследование, нет, минимально хотя бы общий анализ крови, биохимический анализ крови, возможно, посещение терапевта для контроля от того же деятельности сердечно-сосудистой системы, артериального давления и так далее. Младше 40, то есть если со здоровьем все в порядке, то, в принципе, не нужно. И не существует таких показаний. Ну и не случайно сегодня у нас в студии врач-уролог-андролог. То есть когда готовили передачу, все-таки такой специалист, как андролог, искали врача, который занимается непосредственно здоровьем, мужским здоровьем, репродуктивным. И вот такая специализация, как андрология. Андрей Степанович, насколько вот правильно говорить об андрологии, и что мужчинам нужно искать именно такого специалиста-андролога? Вот порой очень часто наши пациенты и сталкиваются с той проблемой, что не знают, куда обратиться, ищут врача-андролога, а в поликлиниках не находят таблички с надписью «врач-андролог». Поэтому начинаются проблемы. На самом деле андрология сама по себе – это только маленький раздел всей урологии. И всей андрологией занимается, по сути, уролог. Это более широкая специальность, куда включается и урогинекология, и андрология, и онкоурология, и прочее. И вот один из разделов – это мужское здоровье андрология. Широкое понятие. Поэтому со всеми проблемами мужчины в первую очередь должны обращаться к урологу, а не искать андролога. Ну и я так понимаю, что всё-таки именно о репродуктивном здоровье мужчин речь идёт, когда нужно обращаться к урологу. Безусловно. То есть к урологу обращаются по многим причинам. Но вот касаясь конкретно раздела андрологии, то опять же идёт отличие по возрасту. В более молодом возрасте обращаются по поводу проблем с наружными половыми органами. То есть в данном случае андролог должен быть чуть-чуть и дерматовенерологом, и в то же самое время должен быть сексопатологом, должен быть в данном случае уролог, должен быть дополнительно и психологом, дабы правильно помочь пациенту. И в более пожилом возрасте, постарше, люди обращаются уже по поводу дезурических каких-либо явлений, то есть нарушения мочеиспускания. И, безусловно, эректильная дисфункция появляется с возрастом. То есть, по сути, мы и ограничили тот перечень проблем, с которыми пациенты могут обращаться к вам. То есть это начиная от вопросов бесплодия у молодых мужчин и заканчивая проблемами той же эректильной дисфункции. Спасибо. Ну что же, я думаю, что у наших ребят было достаточно времени для того, чтобы подготовить ответ на мой первый вопрос. Я напомню его. Чем мужчины и женщины отличаются в плане физиологии, наверное, прежде всего? Ну, кто начнет первым? Давайте я начну. Алексей, мы слушаем вас. Мне бы хотелось сказать, что у женщин такой орган, как кожа, намного тоньше и эластичнее, нежели чем у мужчин. Это связано с гормональным профилем женщины, а именно с гормоном прогестероном, который вырабатывается в женском организме. Кроме того, объем легких у женщины меньше значительно, чем у мужчин. И для женщин характерно грудной тип дыхания. У мужчин же чаще встречается брюшной тип. Что касается соотношения мышечной и жировой ткани, то у женщин преобладает жировая ткань. В свою очередь, у мужчин количество циркулирующей крови примерно составляет около 5 литров. Для женщин же этот объем около 4-4,5 литров. Также мужская кровь более богатая эритроцитами и содержит больше гемоглобина. Ну, Настя продолжит, наверное. Я бы хотела дополнить, что мужчины, они по своей природе больше подвержены наследственным заболеваниям, потому что у них лишь только одна Х-хромосома, а у женщин их две. И в случае, если это Х-хромосома дефектная, у мужчины проявляется наследственное заболевание, в частности, как гемофилия. Также женщины, они меньше подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям, так как у них есть такие гормоны, как эстрогены, которые защищают ее от этих заболеваний. Также женщины в целом имеют более низкий рост, примерно на 12 сантиметров. Они имеют более широкий таз, у них лобные кости соединяются под тупым углом для того, чтобы женщина могла рожать детей. Также у них более низкое волосинение по всему телу и нету стержневых волос на коже лица. Вот такой у нас перечень получился отличий мужчины и женщины. Ну, я хотела бы обратиться еще к врачам-специалистам. Может быть, в плане заболеваний еще есть какие-то принципиальные отличия мужчин от женщин? Игорь Владимирович. Ну, естественно. Как уже только что озвучили, сердечно-сосудистая патология до возраста примерно 55-60 лет – это, в общем-то, прерогатива мужчин, в том числе такие тяжелые, как инфаркт миокарды, который в последние годы очень сильно омолодился. То есть мы иногда встречаем уже у 30-летних мужчин инфаркт миокарды и другие существенные проблемы. Это именно связано с гормональным фоном. После 60-ти заболеваемость она примерно выравнивается. Кроме того, у женщин сильнее изначальный иммунитет за счет стимулирующего действия тех же гормонов. И поэтому инфекционными заболеваниями в среднем, в среднем женщины болеют чуть реже. Но тут есть другая сторона медали, что более склонны к аллергическим и большинству иммунных, аутоиммунных заболеваний у женщин. За счет этого более высокого активности системы иммунитета. Вопрос нельзя не затронуть, как бесплодие. Если раньше считалось, что это в большей степени все-таки женская проблема, мужчины реже страдали бесплодием, то на сегодняшний день, наверное, уже можно говорить о том, что сравниваются эти цифры. В целом сравниваются, действительно. Сейчас же считается, что 30% в бесплодном браке виновен мужчина, 30% женщина, 30% возможно оба партнера, 10% неизвестно, нет диапатической бесплодия, нет явной причины. То есть, безусловно, репродуктивная функция очень важна как у мужчин, так и у женщин. Спасибо. Ну что ж, ребята, достаточно полный у нас получился ответ на первый вопрос. И сразу же мне хотелось бы вам задать наш второй вопрос. Известно такое понятие в народе, как кризис среднего возраста. И практически на 100% он характерен для мужчин. Скажите, пожалуйста, а что в плане физиологии и медицины подразумевает вот это определение, кризис среднего возраста? Ну а пока вы будете опять-таки думать, мы продолжим наш разговор. Андрей Степанович, у меня будет к вам вопрос. Мы уже немножечко кругочертили тех проблем, с которыми обращаются мужчины к урологам, или должны, вернее, обращаться. Но все-таки хотелось бы немножко возрастную вот такую структуру. И с чем связаны эти проблемы? На что нужно обращать внимание? На какие возможные факторы риска тех или иных заболеваний в том или ином возрасте мужчины? Ну, чаще всего к урологу, подразумевая андролога, к андрологу идут пациенты более старшего возраста. Это с эректильной дисфункцией. В молодом возрасте чаще идут при наличии каких-то проблем с деторождением. И то, к сожалению, чаще всего все это данному мужчину в молодом возрасте приводит жена. Жена сначала побыла уже у гинеколога, обошла всех специалистов, полностью обследовалась, проблем не нашли, и только тогда приводят уже мужчину к урологу, мужчина, как всегда, считает, что он абсолютно здоров, у него все нормально. А чаще всего получается, что не так уж и здоров, как хотелось бы. А в пожилом возрасте мужчины обращаются уже с проблемами с мочеиспусканием. То есть когда уже ощутили, что есть дезюрия, есть частые мочеиспускания, чаще начали вставать ночью, ослабление струи мочи, тогда они также идут к урологу-андрологу. Либо при появлении каких-либо форм эректильной дисфункции, когда появилось нарушение эректильной функции. Ну и если говорить о мужском здоровье, то внешние факторы исключить нельзя. Это и вопросы питания, и образа жизни. Скажите, пожалуйста, вот здесь какие факторы могут действительно привести к заболеваниям? Может быть, изначально это какие-то только симптомы, а в конечном счете, что вот именно такой симптом, это уже действительно болезнь. И тут уже не просто профилактически нужно обращаться, а лечиться. Вообще в целом бы хотелось сказать, что на самом деле только генетическая предрасположенность здоровья мужчины и влияние на здоровье в целом всего лишь 20-25%. А в отличие от факторов окружающей среды и образа жизни, 50-55% влияние на здоровье мужчины. Поэтому все факторы, которые происходят с мужчиной, и тяжелые физические нагрузки, и неправильный образ жизни в плане каких-либо вредных привычек, любых, все отражается на здоровье мужчины. Ну давайте все-таки озвучим эти любые, потому что так все в комплексе. Хотелось бы в частности. То есть многие говорят, я немножко выпью, но я не курю. Другие говорят наоборот, я курю, но я не пью. Действительно ли так влияет и курение, и алкоголь на мужское здоровье? Ну, смотря что подразумевать под словом мужское здоровье, если касаться репродуктивной функции, то нет такого вредного воздействия, нет такого фактора, который бы не оказывал вредное воздействие на ту же подвижность сперматозоидов, соответственно, на репродуктивную функцию. И курение, и даже малая доза алкоголя. Безусловно, все надо учитывать. Ну а социальные факторы, то, что используем мы сейчас, бесконечное количество гаджетов, это и ноутбуки, и телефоны, и так далее. Об этом мы ведь тоже должны говорить молодым мужчинам. Безусловно, молодые мужчины должны знать, что мобильный телефон они не должны в кармане джинс носить. Безусловно, эти факторы, все вокруг у нас в волнах. Безусловно, это все влияет. Оказывает влияние степень воздействия этих факторов. Ну, тяжело пока установить. Но то, что влияние есть, это... Ну, и, наверное, хотелось бы немножечко несколько слов о питании услышать. Игорь Владимирович, может быть, вы расскажете нам, какое питание все-таки в плане профилактики сердечно-сосудистых заболеваний будет предпочтительнее? Какие продукты, наоборот, нужно ограничить? Наверное, не только для мужчин касается, но и для всех. Схема питания, в общем-то, она одинаковая практически для всех. То есть есть такая известная пирамида, где на самом вершине в минимальном количестве находятся сладости, а в самом низу находится то, что мы должны есть больше всего. Это различные крупы, хлебы грубого помола и так далее. Где-то посередине этой пирамиды находятся мясные продукты, макаронные изделия и тому подобное. В общем-то, принципы, они одинаковые всегда. Помимо того, что должно быть разнообразное питание и полезные продукты, это должен быть еще и режим питания, который должен быть минимум 3-4 раза в день. Но в большинстве случаев мы этого, естественно, не соблюдаем. С утра это бутерброды, днем на работе где-то что-то перехватил, зато потом пришел домой в 6 часов вечера и уже за весь день отвел душу, а дальше уже сидишь, тихонько перевариваешь. Все понятно. Для организма это, естественно, стресс. И организм, он не привык, он не хочет вот такого вот образа жизни. И он начинает как-то реагировать, в том числе и болезнью. Возникает дисбаланс, то есть сбой адаптации. Если в молодом возрасте это еще как-то все переносит организм, то чем дальше, тем оно хуже все становится. Ну и, наверное, нужно упомянуть о том, что все-таки активный спорт или хотя бы физкультура должен быть в жизни. Знаете, вот вы сейчас вспоминали про гаджеты. Вот действительно, то есть общепринятое мнение, что да, их нельзя близко там куда-то носить, вот в кармане в джинсах. Но, пожалуй, гаджеты для современных детей, для молодежи наибольший вред вызывает та гиподинамия, которая вызывает эти гаджеты. Если раньше, как вот такой был мем, что раньше мама кричала из окошка «Витя, пора домой!», то сейчас Витю невозможно выгнать во двор, потому что Витя проходит 70-й уровень игрушки и сидит и никуда не ходит. То есть раньше это дети активно в футболах, там еще какие-то игры подвижные. То сейчас они все сидят дома, все сидят в гаджетах или за статонарными компьютерами и наживают себе эти болезни уже с раннего-раннего возраста. Ну, в общем-то, здесь чутко определены факты, и, конечно, нужно менять образ жизни прежде всего и приучать к этому наших детей. Пожалуйста, вы знаете, за долгие годы была выпущена единственная полезная игра, это когда огромные массы народа искали покемонов. Понятно. Они двигались, они ходили, причем проходили за день многие километры, чтобы найти этого покемона. Ясно. Нужно возвращаться к активным вот таким играм. Ну что ж, я думаю, ребята, было достаточно времени для того, чтобы вы нам ответили на мой второй вопрос. И это кризис среднего возраста. Что же это такое с физиологической точки зрения? Ну и можно ли его скорректировать, если есть у вас такое предложение? Кто будет первый отвечать? Давайте опять я начну. Пожалуйста. Значит, кризис среднего возраста – это долговременное эмоциональное состояние, которое возникает у человека при переосмыслении его собственного жизненного опыта. чаще всего это возникает у него в среднем возрасте, когда желаемые цели, которые он когда-либо задумал, это может быть в детстве, либо в юности, неосуществимы, либо кажутся таковыми. Чаще всего кризис развивается у мужчин, и в возрастном промежутке это от 30 до 45 лет. Для кризиса среднего возраста характерны такие симптомы, как бессонница, апатия, чувство, что близкие и родственники не понимают человека, невозможность концентрироваться на какой-либо выполняемой работе. Хорошо, Настя, вы что-то продолжите. Я бы хотела рассказать про лечение, что само по себе кризис среднего возраста, он не требует лечения, если он протекает нормально. Однако, если у мужчины у него стоит угроза потери работы, семьи, затяжной депрессии, то тогда мужчине нужно уже обращаться либо к психологу, либо к психотерапевту. И есть общие рекомендации, которые можно дать семье мужчины, у которого сейчас кризис среднего возраста. Это мы должны сказать близким, что они должны проявлять больше внимания, какого-то заинтересованности к мужчине, к его целям, к его словам. Также близким нужно принять то, что мужчина в этот период, он требует каких-то изменений. Не нужно создавать из-за этого каких-то конфликтных ситуаций и стараться все принимать. Также мужчину в этом возрасте нельзя оставить в какие-то рамки или в ограничения. То есть мы должны либо убирать какие-то формальные требования и обязательно сравнивать мужчину с кем-либо другим. И если у нас кризис среднего возраста, в основном он длится от 4-6 месяцев до 1,5 года. Если длится больше 1,5 года, то мы должны задуматься о том, что мужчине нужна помощь квалифицированного специалиста, такого как психотерапевт. Ну что ж, мне кажется, что достаточно полно. Мы дали определение, разложили, что нужно делать в семье. Больше как психологическую мы разобрали эту проблему. Но ведь это, наверное, еще не только психические какие-то нарушения, но и на этом фоне, вернее, это стресс для организма. И на этом фоне, наверное, развиваются и уже заболевания внутренних органов. Ну вот что чаще всего все-таки на таком неблагоприятном психологическом стрессе у мужчин появляется? И что вот нужно делать в принципе врачам? Игорь Владимирович. Ну если с терапевтической, скажем, точки зрения, то стресс – это всегда высокий фактор риска развития артериальной гипертензии. Она, как правило, если у человека нет какого-то тяжелого анамнеза наследственного, то и начинается артериальная гипертензия примерно после 40 лет. Поэтому в этой ситуации, конечно, да, нужно контролировать свое давление. Кроме того, заболевания желудочно-кишечного тракта, то есть гастрит, язва, желудка, 12-перстная кишки, потому что этот стресс – это тоже очень серьезный фактор риска. Обращать на это. Но здесь профилактика простая. Это должно быть рациональное здоровое питание. Правда, не всегда пациент в депрессии хочет есть. Кто-то заедает свои проблемы, кто-то, наоборот, отказывается от еды. Но в этой ситуации, конечно, большую роль играет семья. То есть насколько, скажем, поддерживают, насколько способствует сохранению здорового образа жизни. То есть это очень сильно влияет на это. Ну и опять-таки мы уже подошли к вопросу семьи. Цифры статистики говорят о том, что мужчины холостые живут меньше, чем мужчины женатые. Действительно ли это так, что показывает ваш практический опыт? Да, это на самом деле так. Итак, здесь, во-первых, скажем, семья, то есть жена – это какой-то сдерживающий фактор по вредным привычкам тем же самым. Это раз. Во-вторых, мужчины, как мы уже сегодня говорили, склонны мало заботиться о своем здоровье. И вот, как уже сказал Андрей Степанович, приводит жена к врачу. И это касается не только уролога, это касается большинства специальностей, когда мужчина, не все, не все, но очень многие, до последнего упираются, и их приводят жены за руку, чтобы уже обследоваться и как-то лечиться. У холостого мужчины такого нет. Ну и третий момент, понимаете, холостяк, такой закоренелый, это, как правило, уже какой-то сложившийся психотип мужчины со своими привычками, в том числе теми, которые, возможно, и не дали ему возможность создать семью. Возможно, какие-то увлечения опасные, в том числе для жизни, типа там сковлазания, байкер или еще что-то там вроде. То есть тот образ жизни, который изначально несет риск к здоровью. И вот все в целом это приводит к тому, что по статистике, да, холостые мужчины живут меньше, но интереснее. Понятно. Спасибо большое за ваш ответ. Но все-таки, чтобы не говорили исследования о продолжительности жизни, о ее зависимости от полового, социального или там семейного статуса, наверное, есть какие-то определенные, такие общеизвестные правила, которые бы помогли, ну, хотя бы, если не стать долгожителем, то более качественно прожить жизнь мужчине в возрасте. Ну, какие эти правила? Хотелось бы, чтобы вы поделились ими с нашими телезрителями. Знаете, я бы хотел обратиться к одному исследованию, достаточно крупномасштабному, которое было проведено Всемирной организацией здравоохранения. пытались обнаружить секрет долгожительства. Ведь во всем мире, в различных регионах, есть долгожители. Это в Японии, это Кавказские горы, где-то там в Шотландии и так далее. И вот были направлены во все эти регионы крупная группа исследователей, которые исследовали все, что только можно. Воду, воздух, пищу, землю. И пытались найти. Не нашли ничего. Но нашли, в общем-то, универсальную формулу. Они вывели формулу, кто является долгожителем. В большинстве случаев это люди, которые занимаются не тяжелым, не очень тяжелым физическим трудом, сельским трудом. То есть это не... Работа на заводах и в шахтах. Да, не те, которые работают в шахте. Это те, которые употребляют натуральную пищу, в большинстве случаев, со своих полей, со своих огородов. Которые достаточно регулярно, не каждый день, но достаточно регулярно в небольших дозах пьют вино, кстати. Домашнего производства. Некрепкие, некрепкие алкогольные напитки. Вот. И те, скажем так, семейства, для которых... В которых традиционный такой патриархальный уклад. То есть там глава семейства и так далее. То есть это такие вот микроячейки общества, в которых уровень стресса сведен к минимуму. Человек каждый день просыпается, он знает, что он должен делать, куда пойти, вот. Что... И... То есть нету каких-то таких сильных раздражающих факторов, воздействующих на здоровье. То есть, подытоживая все вышесказанное, это здоровый образ жизни и спокойный образ жизни. Спасибо. Андрей Степанович, ну, от вас, как специалиста по репродуктивному здоровью, какие еще правила должен мужчина соблюдать, чтобы качественно прожить свою жизнь? Ну, качественно, это значит с детьми. Да, репродуктивное здоровье, безусловно, как и здоровье в целом, надо беречь с молоду. Поэтому из таких самых банальных рекомендаций, это, безусловно, надо остерегаться инфекции, передаваемых половым путем. Поэтому либо барьерный метод контрацепции, либо один половой партнер на всю жизнь. И регулярная половая жизнь, безусловно. Спасибо большое. Я благодарю наших гостей за участие в сегодняшней программе. Ребята, вам большое спасибо. Ну и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин